Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, и сегодня у меня в гостях Владимир Фисенко, политолог. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Ну, давайте сразу начнем, наверное, с наших вопросов, точнее, с вопросов от наших зрителей. Это, напоминаю, Блицинтервью, на который отвечаем коротко, буквально в 2-3 предложения. И первый вопрос. Украина, по вашему мнению, получит репарации от России? Мы получим по решениям судов и, возможно, в связи с законодательными изменениями в странах Европейского Союза и США, те активы, которые сейчас арестованы. Вот это мы можем получить. Насчет репараций я пока большой скептик. Это сделать будет довольно сложно, и это будет, возможно, только в случае полного, тотального военного поражения России. А вот получить арестованные российские активы – это более реалистично. Путин не видел в Зеленском сильного политика, судя по его заявлениям. Это ошибка Путина. И не единственная. Ошибок у Путина было много. Недооценка украинцев, степени единства украинской нации. Вот заблуждение, в котором он живет, и, судя по всему, он не избавился, ну, судя по Валгайской речи, не избавился от этого заблуждения, что Украина якобы искусственная нация. А мы вот на практике показываем, что мы настоящая нация, которая умеет себя защищать. Какой процент россиян все еще боготворит Путина? А какой процент россиян уже понял, что Путин – убийца своего же народа? К сожалению, тех, кто понял, что именно Путин – главная угроза для России и убийца своего народа, пока таких явное меньшинство. Явное меньшинство. Думаю, что все-таки абсолютное большинство – это аполитичные люди, которые пока еще лояльны Путину, но которые начинают разочаровываться и в Путине, и во всем том, что происходит. А Путин, по вашему мнению, понял, что в учебниках истории его запишут скорее не как Петра Первого, о котором он так всем рассказывает, а, наверное, больше как сумасшедшего Павла? Ну, много разных аналогий можно. Можно вспомнить, например, Николая Первого. Николай Первый, он же считал себя великим императором, а в итоге потерпел поражение в Крымской войне и закончил жизнь при странных обстоятельствах. Якобы простудился на параде, но говорят, что он сознательно это сделал, как бы открыл шинель в морозный день и потом слег, умер, не знаю, от инфекции или просто от простуды. Вот я больше сравниваю Путина с Николаем Первым, который очень хотел быть великим императором, был, кстати, большим консерватором, а Путин тоже идет по этому пути. Но закончил он печально. Спасибо большое. Это были ответы на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что будет еще один блиц сразу же после большого интервью. Сейчас это большое интервью, в котором можем уже отвечать широко. И вот давайте рассмотрим одну из последних новостей. Тактические ядерные бомбы Б-61-12 США разместит в Европе уже в декабре. Пишет Политика. НАТО показывает свою готовность и решительность обломать рога Путину? В этом суть? Или это просто плановая бомба очередная тактическая ядерная? Это же ответ. Путин пугает тактической ядерной бомбой, пугает грязной бомбой. Ну, якобы Украина обвиняет в этом. Но все же понимают, что это тоже скрытая угроза, что, мол, Россия тоже может что-то подобное делать. Ну, а вот Запад показал, он не боится и в случае чего он готов ответить. Решения об этом были приняты, напомню, еще на июньском саммите НАТО. О том, что нужно укрепить военные группировки на восточных рубежах НАТО. В тех странах, которые либо выходят на границу с Россией, либо рядом с Россией. Другой пример приведу. Крупная военная группировка НАТО, в том числе и американские войска, и несколько военных баз американских находятся в Польше. И, кстати, Польша сама поставила вопрос о размещении на своей территории ядерного оружия. Американского ядерного оружия. Вот это тоже очень показательно. Поэтому дело не в том... Да, прошу прощения. Есть участок границы с Россией у Польши. Это с Калининградской области. А там, да, у россиян тоже военная база. Но, тем не менее, все-таки большая часть границы с Украиной, с Белоруссией на востоке. Однако Россия рядом. Угроза рядом. Поэтому размещаются военные контингенты. Потому что военные действия могут идти и на территории Третьих Стантов. США и Китай готовы сделать шаг к взаимопониманию. Ну, так пишут журналисты, как минимум. В связи с последними заявлениями и Вашингтона, и Пекина. Как считаете, если такой союз вообще возможен для начала? А если он возможен, то Китай сможет полностью отречься от России? Или только от Путина? Или все-таки сохранить нейтралитет какой-то, как был до этого? Китай будет обеспечивать собственную лидирующую позицию в отношениях с Россией. Вот Китай как шерхан, возле которого бегает вот этот шакал, который выполняет грязные поручения, тявкает, жалуется на других, ну и пытается где-то там нагадить по возможности. Путин, к сожалению, тот шакал, который пытается выглядеть тигром и который гадит по-крупному, это скорее даже такая ядовитая крыса, которая сейчас еще загнана в угол. И в этом смысле проблема от Путина, да, и у этой крыс еще ядерное оружие есть, огромный ядерный потенциал. Правда, вопрос тоже, кстати, такой, на это сейчас многие обращают внимание, эксперты, а в каком состоянии российский ядерный потенциал? Тут очень много сомнений и скептических оценок, но тем не менее. Поэтому, конечно, определенные партнерские отношения между Китаем и Россией сохраняются. Китай находится в соперничестве с Соединенными Штатами, и поскольку сейчас путинская Россия также противостоит Западу, воюет, как сам Путин говорит, с Западом на территории Украины, то, конечно, для Китая эта ситуация не то чтобы выгодная, но это Китай устраивает, потому что он пытается как бы тоже противостоять Западу чужими руками, при этом особо не помогая России. Так что Путин для них это и ненадежный, слабый, а самое главное проигрывающий партнер, которому они теряют остатки уважения. Я думаю, что вообще уважения не осталось, остался только лишь прагматичный расчет. Не тот нынче Путин, что раньше, как и не та нынче путинская Россия. Ее уже не воспринимают как вторую армию мира, как страну, которая безраздельно командует на всем постсоветском пространстве. А оказалось, что новый командир уже появился, который уже имеет особое отношение с Белоруссией, который уже контролирует большую часть центрально-азиатских стран. Вот ситуация поменялась. И в этом плане это тоже индикатор, помимо проигрыша войны в Украине, это тоже индикатор того, что Путин проигрывает и большую геополитическую игру на постсоветском пространстве. Но я смотрю, что Путин уже проигрывает не только и в геополитике, но и в политике в России, потому что уже третий раз Путин ничего важного на своих выступлениях не говорит. Хотя кремлевские вот эти все гавкающие швайки, да, они анонсируют, что это будет чуть ли не судьбоносное заявление. Вот все, если не посмотрите, вообще все в мире пропустите. Но ведь так же, смотрите, это подумал я, но так же могут подумать и окружение в Кремле, что Путин слаб, правда ведь? Ну это означает кризис, кризис, кризис политический, кризис ментальный. И не только для самого Путина, это и кризис его команды, они в тупике. Но они понимают, что это кризис, что вот то, что он ничего не говорит, для него это плохо. Но я вам скажу тут еще, нет, он же говорит, сколько там, три часа выступал, он же повторяет. Это все повторение штампов, пропагандистских, идеологических штампов. Там нет ничего нового. Путин же вот в этом выступлении продемонстрировал еще и, ну помимо массы психологических проблем, он продемонстрировал шизофрению по отношению к Западу. Вот с одной стороны, это был просто водопад, обид, ревности, ненависти к Западу. И в то же время, между строк считалось, я же хочу с вами договориться, я же хочу с вами быть равным партнером. Вот это его мечта, стать равным партнером Западу. Знаете, вот такое ощущение, что это все равно как обиженный, брошенный любовник. Он мечет гром и молния в адрес объекта несбывшихся надежд и при этом в обид, вернись, я все прощу. Но он же добивается взаимности такими методами, агрессия, коррупция, шантаж, за которые любить не будут. Наоборот, тебя отвергают еще сильнее, что, собственно, и происходит. По поводу Украины, я не знаю, есть это в ваших заготовках или нет, но я обращу внимание, меня это просто поразило. То есть я, с одной стороны, не удивился, но я поразился пределу цинизма, цинизма, лицемерия, просто какой-то геополитической извращенности. Путин заявил, это я вот цитирую почти буквально, что единственным настоящим гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины может быть только Россия. И это после того, как Россия аннексировала Крым, а сейчас еще и аннексировала четыре временно оккупированных украинских региона. И после этого Путин, что называется, на белом глазу заявляет, что он готов быть гарантом территориальной целостности Украины. Ну просто нет пределов его цинизму и лицемерию, и всему чему угодно. Это наглость, которая действительно не знает границ. Вот в этом весь Путин. Он хочет, чтобы Запад его признал равным себе, но при этом он пытается шантажировать Запад войной, шантажировать диверсиями, шантажировать энергетически, поднимая цены на газ и на нефть, ограничивая поставки и фактически, ну, угрожая заморозить Запад. Вот, знаете, это мне напоминает ситуацию, когда, ну, другую аналогию приведу, когда такой криминальный авторитет, бандит с большой дороги, пытается добиться любви дамы из высшего света. А как добиться? Либо он может разбрасывать деньги и пытаться купить ее любовь. Что, кстати, Путин и делал. Вот это все заигрывание, бизнес as usual с Германией, с другими западными странами, попытка купить как бы через относительно дешевые энергоресурсы любовь Запада. А в итоге это не сработало, наоборот, стало заметно, что это мина замедленного действия, это проблема для Запада. Но, ага, раз это не срабатывает, давайте я буду у вас угрозой насилия принуждать к любви. Вот в чем суть Путина. И, слава Богу, на Западе тоже начали понимать, что нельзя дружить или вести какие-то нормальные дела с убийцем и насильником, с человеком, который создает угрозы не только своим соседям, но и всему миру. Потерь практически нет, но мобилизация нужна. Это вообще, по-моему, верх путинского цинизма, и скотского отношения к самим россиянам. Я видел кучу видео, где россияне жалуются о том, что даже те, кто пошел воевать, возможно, за деньги или ради идеи, и те жалуются, что Путин их кинул. А все равно... Ну, вы знаете, вот, с одной стороны, здесь вот типичная путинская модель поведения и модель его риторики. Вот то, о чем я сказал. Он на белое говорит черное, на черное белое. Он обвиняет Украину в больших потерях и говорит, что у нас, мол, потерь практически нет. А реальная ситуация наоборот. Вот, то есть, он переворачивает всегда. Он обвиняет нас и Запад в том, что делает сам. И когда говорит о каких-то вещах, он просто переворачивает смысл, понятие. Вот про суверенитет он говорит. Любит говорить про суверенитет. А как он понимает суверенитет? Что суверенитет имеют только лишь великие державы, а все остальные нет. Колонии, да? Он считает, что суверенная Украина – это та Украина, которая пророссийская. А если Украина хочет выбрать свой собственный путь развития, это, по его мнению, уже не суверенитет. По потерям еще один важный момент. Похоже, Путин живет в параллельной реальности. Об этом много даже российские эксперты говорят, что даже пропутинские военкоры и прочие путинские пропагандисты, даже у них появляются иногда сомнения, а все ли Путин знает. То есть, вот тут, с одной стороны, он явно врет во многих ситуациях, либо искажает правду, манипулирует. А в некоторых ситуациях, я думаю, что он просто либо не знает реальной ситуации, либо не хочет ее знать, потому что она его раздражает, она не вписывается в его картину мира. Ну, а по вашему мнению, он знает, и ему все равно? Или он все-таки где-то ему чего-то недоговаривает? И тогда, и тогда. Это заговор. Ну, потому что подставляют же его, получается. Я не исключаю, что в каких-то вещах, да, могут и подставлять. Кстати, не ради какого-то там вселенского зла или не ради поздней против Путина. Головой люди не хотят рисковать. Что ж ты будешь рассказывать о собственных поражениях? То есть, тот, кто приносит плохую весть, того и вешают, да? Ну, да, да. Плохих гонцов не любят. Людей, которые рассказывают об ошибках, о проблемах, ну, рассказывать можно, но как? Как Пригожин и Кадыров, обвиняя других. А, виноват вот этот вот, да? Да, вот, да. Надо же назвать конкретного виноватого. Кто враг, да, кого можно обвинить. Вот тогда, да, так можно. И то, вот, Путин, вот опять-таки, его тезис, который там прозвучал в этом выступлении, что все хорошо. Вспоминается хит старый, давний, Утесов пел. Это все хорошо, прекрасная маркиза. Да, все хорошо. Вот у него все хорошо. Причем тогда, когда уже все хуже и хуже. Подождите, Владимир, у него все хорошо. У него все хорошо. В плане, я знаю, там, личного благополучия. Нет, я думаю, что на самом деле, если бы было, ну, все абсолютно хорошо, ему бы не пришлось так часто об этом говорить. Вот тут даже чисто психологически, вот эта словесная формула, это же компенсация за реальные проблемы. Он таким образом пытается закрыться от реальных проблем или создать видимость, что все хорошо. В этом плане, я считаю, что у него вот эти психологические деформации, они все более усиливаются. Он сам закрывается от реальности, которая его раздражает, которая ему не нравится. Он не знает, что с этой реальностью делать. Так что, вот это еще один сюжет серьезных психологических деформаций у Путина. Он спокойно спит. Ну, судя по всему, он принимает разные сильные антидепрессанты и не только. Ну, все же обсуждают это, где там, пятна на руке и многое другое. Но по разным косвенным данным, я думаю, что он на разных препаратов принимает немало. А они, знаете, могут создавать, может быть, иллюзию сна. Ну, вот то, что ему снятся кошмары, я уверен. Может быть, они специфические. Тоже другой пример. Вот, кстати, из речи его. Он вспомнил про убитого генерала Сулеймани, гранского генерала. Боится. А почему вспомнил? Ну, сколько генералов погибает. Кстати, ни одного российского генерала не вспомнил. Погибшего на войне. Ни одного. А тут вспомнил генерала, который погиб в результате ракетной перестрелки взаимной. А все дело в том, что он боится смерти. Он явно боится смерти. И смерти в результате действий врагов. Причем врагов внешних. Разные есть данные насчет того, что на него очень сильно негативно в свое время подействовала смерть Скаддафи, а потом и смерть Саддама Хусейна. Вот он боится повторения этих ситуаций. А сейчас, ну, поскольку это известная история, комплекс Скаддафи у него. Об этом многие знают. Поэтому он не может это использовать. Но вот вспомнил про генерала Сулеймани, это у него прорвалось. А вспомнил потому, что он боится. Вот этот страх, эта паранойя, страх смерти, смерти от врагов, которые могут убить тебя самым хитрым, самым, как он считает, подлым способом. Вот это у него точно есть. Так что, я думаю, кошмар у него наверняка присутствует, связанный с тем, что он либо как Каддафи погибает, растерзанный в какой-то водосточной трубе, либо кто-то настигнет его там, где он и сам того не ожидает. Вот тоже такое ощущение из речи Путина. Понимаете, это волк в овечьей шкуре. Он же пытался быть таким не агрессивным, не злобным в этом выступлении. Вроде бы почти не было угроз. Ну, просто в овечьей шкуре, но волк. И волк, от которого кровь брыжет, и вся эта овечья шкура пропитана кровью. Но при этом, знаете, он как вот этот волк из красной шапочки. Пытается представиться каким-то добрым персонажем, но красная шапочка уже сама. Я имею в виду, Европа, Запад уже сама давно имеет много печального опыта в общении с этим волком, и ему не верят. Но самое главное. Появился храбрый охотник, который волку на хвост наступил и хороший заряд дроби ему всадил в задницу. А осталось только вспороть брюхо. Да, это следующая фаза. Главное, но обязательно. Как говорит классик наш, две-три недели. Максимум пять. Ну, я не склонен загадывать по датам, но вот логика действий должна быть именно такая. Зачем вдруг Путину эпопея из Собчак? Версия разная. В современной России ты должен быть либо друг, либо враг. Третьего не дано. Если ты не хочешь быть другом, то все, ты зачисляешься в разряд врагов. Ну, по известной формуле еще, кстати, формула старая, но стала известной в сталинские времена. Кто не с нами, тот против нас. Вот так действует по Собчак. Она вроде бы крестница Путина, вроде бы политическая крестница, как ее называют. Вроде бы она под защитой, личной защитой Путина. Мама сенатор, член Совета Федерации. И тут вдруг обыск. Обвиняли, кстати, других людей. Ее выпустили, ей дали возможность уехать, но информационно объявили врагом. То есть, это вот такая версия первая, зачистка информационного пространства и сигнал самой Собчак. Ты должна определяться, ты с нами или против нас. Теперь вторая версия, популярная в среде российской оппозиции. Таким образом, российские спецслужбы запускают троянского коня, точнее сказать, троянскую лошадку. Не хочу других коняку, реальную коняку, что же там может быть. Запускают ее в среду российской оппозиции, чтобы всех рассорить. Собчак известна своим стервозным характером, да, и вот она что умеет делать талантливо, это ссорить людей друг с другом. Вот это второй вариант. И третий вариант, который тоже озвучивают, кстати, очень своеобразный, что якобы Ксения Собчак, известная своим конкретным характером, обидела дочку Путина. Нелицеприятно высказалась о ней в каком-то узком круге, а все же стучат и доложили об этом, причем доложили даже не Путину, а дочке. А дочка нажаловалась папе. Ну, естественно, тут крестница, но уже как бы из прошлого, а тут своя дочка. Надо же как-то помочь дочке, чтобы она получила свою женскую компенсацию за поруганную честь и достоинство. Вот, видимо, Собчак таким образом отомстили, чтобы знала свое место и не могла плохого слова сказать о дочери Путина. Я думаю, что версия вполне подобная. Она вписывается и в характер самой Собчак, и в характер нынешних отношений в России. Хорошо, давайте перейдем ко второму блицу. Напоминаю, что это вопрос от наших зрителей и отвечать нужно коротко. Кроме наступления вооруженных сил Украины, еще кто-то влияет на планы Путина или что-то? Да, влияют, конечно же. Он вынужден принимать во внимание позицию Запада. Влияют, ну, косвенно и неопределяющим образом, но влияют разные шакалы, которые вокруг к нему крутятся, и которые гавкают очень сильно, типа Пригожина и Кадырова. Они тоже, ну, они влияют на частности. Снять какого-то генерала. Да, вот на это не влияет. Либо там объявить аннексию, еще какую-то гадость сделать. Так что есть, есть факторы, которые влияют на Путина, но сильнее всего влияет на Путина его собственный страх. Страх смерти и страх проиграть эту войну и превратиться в историческое ничтоство. Херсон, из него отступят российские войска или Путин убьет сотни тысяч российских солдат только для того, чтобы достичь какой-то политической цели? Ну, они попытаются, к сожалению, убить тысячи гражданских, попытаются тоже как можно больше потерь сделать для украинских войск. Их задумка, как я понимаю, сделать из Херсона некий Сталинград. Но пока получается наоборот. Они бегут из Херсона, поэтому вопрос времени. Я думаю, что это зависит от обстоятельств. Скорее всего, украинские войска просто выдавят россиян из Херсона. Сколько россиян еще должен убить Путин, чтобы они поняли, что он их предал? Можете назвать эту цифру? Тут цифры не работают, к сожалению. А что работает? Вот когда россияне поймут, что Путин их предал? Я не знаю, где это красная черта, но опыт показывает, исторический опыт самой России, это красная черта неизбежна. То есть, тут дело не в количестве, а в качестве. Что именно, когда именно сработает, что станет последней каплей, думаю, что дело не в статистике. Но один фактор качественный я назову. Это тяжелые военные поражения России в Украине. Вот это будет главный фактор, который будет отрезвлять Россию. А второй фактор это возвращение в Россию разозленных мужиков, натерпевшихся в Украине, проигравших войну в Украине. Вот это тоже очень сильно поменяет российскую ситуацию. Почему Путин до сих пор себе не поставил памятник? А он считает, что он себе памятник нерукотворный поставит в истории. Он же хочет остаться в истории, как Петр Первый. А ему поставят памятник? Ему поставят памятник после какого-то периода смерти его или еще чего-нибудь? Если поставит кто-то. Кто-то наверняка. Россия страна извращенцев политически. Слушайте, если в России нашлись люди, которые ставили церковь с изображением в роли святого Сталина, который церкви разрушал, вот вам пример, до чего могут доходить их извращенные политические экзорсисы, то я не удивлюсь, что найдутся люди, которые будут ставить ему памятники, найдутся всегда люди, которые будут либо оплевывать этот памятник, либо просто его взорвут. Вот я думаю, контрастное отношение к Путину, ненависть к Путину будет в том числе у значительной части россиян. Это только лишь вопрос времени. И кстати, я недавно обнаружил, тоже архив перебирал, обнаружил, извините, тут выбиваюсь за рамки блица, но нашел сценарий катастрофический для России, сценарий подготовленный, вы будете смеяться, Валдайским клубом в 2011 году. Так вот, сценарий жесткого авторитаризма, сценарий, который приведет, цитирую, либо к распаду России, либо к революции. Ну, одно другому не противоречит. Так вот, в рамках этого сценария, кто главные кумиры? Возврат к советскому прошлому, и кто главные кумиры? Это Сталин и Петр Первый. Слушайте, один в один. Там описано все, что в современной России происходит. Вот такие тоже бывают интересные игры, прогнозные. И в этом смысле, я думаю, что Путин будет одним из самых сложных, противоречивых и ненавидимых персонажей в российской истории. Хотя будут его фанаты, как есть фанаты и у Сталина и у других. Но таких фанатов немного. К сожалению, в чем беда современной России? Немало. Именно поэтому стал возможен путинский режим и война против Украины. Именно по той причине, что Россия не преодолела сталинизм. И он вернулся в другой форме. Вот поэтому необходима депутинизация. Вот где десатанизация России через депутинизацию. Не будет депутинизации. Тогда значит рано или поздно Россия повторит все проблемы. Но беда то в том, что не только для себя. Вот в чем трагедия. Поэтому надо провести эту десатанизацию, депутинизацию, иначе проблемы могут возникнуть. А могила у Путина будет? Ну какая-то могила будет. А может быть ситуация, когда его лишат этого удовольствия. Чтобы не было места поклонения. А вы знаете вот один момент... Так и у некоторых диктаторов. Вот это, кстати, традиция хорошая. Вот я считаю, что надо идти этим путем. Он должен повторить путь тех диктаторов, которых лишили права на собственное место упокоения, чтобы оно не стало синого. Знаете, давайте будем заканчивать наше интервью. И в конце хотел бы сказать, что вот по поводу этого вопроса, будет ли у Путина могила, высказался тоже один мой знакомый из вооруженных сил Украины. И он сказал очень такую интересную вещь, что могила Путина обязательно должна быть, и она должна находиться на территории Украины. Знаете, для чего? Для того, чтобы мы четко отслеживали количество последователей Путина и брали за посещение огромные деньги. Во-первых, мы разбогатеем на этом. Во-вторых, мы будем знать, к чему сейчас движется современная Россия. А я желаю современной России двигаться как можно дальше от Путина. Это уж точно. Это уже показало, не одна война это показала, друзья. Большое вам спасибо, Владимир, за интервью. Как всегда, очень все интересно и главное, что по полочкам. Хорошего вам дня, ждем победы. Спасибо, да, всем нам победы. Субтитры создавал DimaTorzok